В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском округе прошел профилактический рейд придорожная торговля. Данный объект закрывается и доставляется в отдел полиции для составления материала. В Дрожжине и Боброве отметили дни поселков. Пусть цветет наш край и люди вместе с ним. В историко-культурном центре готовится к открытию выставка на круги своя связь времен. Не буду называть это трофеями, но буду называть это экспонатами. В Ленинском округе прошел профилактический рейд придорожная торговля. В рамках оперативно-профилактического мероприятия были проверены точки на предмет законности осуществления продаж. Совместно с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сотрудники МВД и администрация Ленинского округа продолжают бороться с нелегальным сбытом продукции на торговых точках округа. В ходе рейда были обнаружены нарушения. Рейды у нас проходят на еженедельной основе. По количеству объектов, выявляемых за рейд. Это примерно 10 объектов на территории Ленинского городского округа. Из них примерно 3-4. По статистике это точно, к сожалению, нелегально. Летний зной и солнечная погода неизменно привлекают покупателей к палаткам с арбузами и дынями. Вот и сотрудники МВД заинтересовались торговой точкой вблизи дома 28 по улице Ермолинская, где продавали ягоды и фрукты. Продавец как мог пытался оттянуть неизбежное, но потом оказалось, что документов, разрешающих осуществление торговли, у него нет. Данный объект закрывается и доставляется в отдел полиции для составления материала. Если он доставит договор на работу, то его отпустят, как он является гражданином Российской Федерации. А если не доставят, то будет также составлен материал по нему. Нарушение правил торговли. По адресу Ермолинская, 27, свою работу осуществляло кафе. Здесь после неожиданного визита сотрудников полиции появилось заметное оживление. Однако покинуть заведение через черный ход не удалось. Кто здесь старший у вас? Старшего нет здесь. Ну а кто осуществляет надзор за вашей контролем? А его и здесь нет, в Смоленске. Ни договора, ни разрешения на работу у сотрудников не оказалось. А директор предприятия следил за ходом работ из Смоленска. Такой бизнес-план представителей ОМВД не устроил. При проверке документов паспорта у них были при себе, а патентов на работу в Российской Федерации они не имеют. Они будут сейчас доставлены в отделение полиции, на них будет составлен материал 18.10, на юрлицо будет составлен материал 18.15, вынесение штрафа от 400 до миллиона рублей. Профилактический рейд позволил выявить торговые объекты, на которых сбыт продукции осуществлялся нелегально и без необходимых документов. Теперь их владельцы будут ждать решения суда. Инга Янчук, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, ВИДНЭТВ. Сезон арбузов и дынь в самом разгаре. В Московской области работают 236 официальных точек продаж главных летних лакомств. Подскажем, как выбрать спелый и вкусный плод. Перед покупкой слегка постучите по арбузу. Спелый издает звонкий звук. Корка арбуза должна быть твердой, темного цвета, без блеска. Полосатый рисунок хорошо выражен. Выбирайте арбуз с сухой или хрупкой плодоножкой и желтым или оранжевым пятном от грунта. У зрелой дыни же наоборот – глухой звук, а при надавливании она пружинит. На корке есть только одно небольшое светлое пятно от грунта. Также напоминаем, что каждая торговая точка имеет договор и QR-код, где указана вся необходимость и важная информация о торговом объекте и продукции. В детский сад Ивушка приехала мобильная бригада из врачебной амбулатории поселка Развилка для того, чтобы сделать прививку от гриппа сотрудникам дошкольного учреждения. Все подробности выясняла Юлия Стаферова. Всем известно, что в осенний период увеличивается распространение вирусных инфекций. В связи с приближающимся сезоном простуд в Ленинском городском округе стартовала вакцинация от гриппа. Прививку можно сделать не только в поликлинике, но и на рабочем месте. Для этого существует мобильная бригада, которая оснащена необходимым оборудованием. У нас холодильник, чтобы мы переносили вакцины, обязательно они переносятся в холодильники. У нас есть вакцины, это флюем, совигрипп, детская вакцинация есть от гриппа, это ультрикс, квадри. Естественно, шприцы, перчатки. По мнению врачей, вакцинация – это самый эффективный способ предотвращения многих инфекционных заболеваний. Ее суть заключается в том, что в организм человека вводят препарат, в составе которого находятся ослабленные или убитые возбудители разных инфекций. После этого иммунная система вырабатывает антитела, которые будут защищать организм. Необходимо помнить, что к прививке имеются противопоказания. Это аллергическая реакция на яичный белок, это аллергическая реакция на ранее вводимые гриппозные вакцины, это хронические заболевания в стадии обострения, острые вирусные или неинфекционные заболевания. Одна из таких мобильных бригад приехала в детский сад «Ивушка» для того, чтобы вакцинировать сотрудников. Вакцинация, безусловно, важна, особенно в детских дошкольных учреждениях, потому что вырабатывается некий такой коллективный иммунитет, который позволяет предостеречь массовое развитие вирусных инфекций. С годами иммунитет от прививок, который сделали в детстве, падает. Естественно, нужно делать и ревакцинацию. Мы имеем больше тактильный контакт в дошкольных учреждениях с детьми. Поэтому наше здоровье, здоровье педагогов и наших детей – это всегда важное место занимает в нашей жизни. Пользу от выездной вакцинации получают все. Работникам не надо отпрашиваться и тратить время на дорогу до медицинского учреждения. Работодатель уменьшает риски, которые связаны с больничными листами. Это очень удобно, так как плотный график, чтобы мы не отвлекались, могли быстро сделать своевременно вакцинацию. Если нет противопоказаний, то вакцинироваться может любой желающий. Сделать это необходимо за 3-4 недели до начала сезона заболеваний. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Ежегодно 27 августа отмечается праздник одного из самых популярных и зрелищных видов искусств – День российского кино. О том, какие фильмы можно было посмотреть в Ленинском округе во время акции «Ночь кино» узнала Инга Инчук. Традиционно в День российского кино по всей стране проходят показы фильмов, студенческие, любительские и профессиональные фестивали. Кинотеатр «Искра» не стал исключением и собрал в себя немало любителей кинематографа. Акция довольно-таки интересная, потому что она позволяет популяризировать российские фильмы, потому что в акции участвует только российский прокат. Соответственно, хорошая возможность еще раз и к тому же бесплатно посмотреть полюбившиеся произведения. День российского кино – это праздник не только для профессионалов индустрии, но и для зрителей. Ежегодно он объединяет людей разных возрастов и профессий, создает атмосферу единства и позволяет ознакомиться с отечественными фильмами. Наши фильмы учат добру, учат взаимоотношениям, выстраивать правильные. Поэтому то, что сегодня все три наши российские фильма – это просто замечательная идея. Спасибо отдельное руководству кинотеатра «Искра». Вполне себе хорошая идея – делать так, чтобы наши российские фильмы увидело больше человек. Это что-то новое, я не видела еще такого фильма. В год семьи в программу «Ночи кино» вошли фильмы для семейного просмотра. «По щучьему велению», «Сто лет тому назад» и «Воздух». Инга Янчук, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 28 августа в историко-культурном центре открывается выставка «На круги своя. Связь времен». Увидеть фотографии наших штурмовых бригад, жетоны солдат, вооруженных сил Украины и вблизи рассмотреть дроны – такая возможность будет у всех посетителей выставки. Владимир Гриневич – оператор федерального телеканала. Привез из зоны СВО не только фотографии, но и много других предметов. Здесь и современная экипировка наших бойцов, и обундирование украинских военных. Все это было передано историко-культурному центру в качестве экспонатов. Я уже давно сотрудничаю с ИКЦ, и я как бы это собирал какую-то коллекцию для их пользования, чтобы это не просто у меня дома где-то лежало, не буду называть это трофеями, но буду называть это экспонатами. Эта ветрозащита для микрофона наглядно показывает, как меняются условия работы в зоне боевых действий. Если раньше журналист в зоне боевых действий был защищен международным гуманитарным правом, то сейчас он стал мишенью для противника. Мы все сейчас журналисты, работающие в зоне СВО, мы максимально камуфлируемся под местную обстановку. То есть у нас и бронжилеты зеленые, и микрофоны мы изменили цвет, чтобы они не выделялись яркой точкой. Осколки боеприпасов, запрещенные Женевской конвенцией минолепесток и подбитые дроны, которые сейчас являются чуть ли не самым опасным орудием на поле боя. Они в разы дешевле снарядов, очень маневренны, и их можно быстро сделать даже в полевых условиях. Довольно-таки мощная штука, может тащить, не знаю, килограмма два-три точно потащит. И вот он летит, и вот эти железяки для чего? Это взрыватели. То есть он когда полетает, врезается, замкается контакт, и происходит взрыв. Вот это и есть. На выставке можно будет увидеть идеологические учебники для украинских школьников, познакомиться с образцами как отечественного, так и западного вооружения. Три части одной снайперской винтовки. Это вот как раз я привез с последней командировки. Вот знак Азовы. Открытие выставки состоится 28 августа. Здесь собраны подлинные факты, документы и фотографии, которые теперь являются частью истории нашей страны. Юлия Стоферова, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. В Дрожжине и Боброве отметили Дни поселков. Сотрудники Дворца культуры «Видное» и активисты волонтерского движения «Видная мечта» подготовили для жителей большую и разнообразную праздничную программу. Присоединилась к веселью наша съемочная группа. Наши боброва самые лучшие! Творческие мастер-классы, конкурсы, викторины. На праздники самые юные жители поселков могли выбрать развлечение на любой вкус. Вместе со сказочными персонажами ребята выполняли задания и получали призы и сувениры. Я сюда пришла, чтобы помочь военным, сделать свечу для них и встретиться с одноклассниками. День Боброва. Я очень этому рад на самом деле, потому что это объединяет нас, это скрепляет нашу дружбу. Я пришел увидеть друзей. Торжественная часть началась с награждения жителей за вклад в развитие родного населенного пункта. Благодарственные письма и грамоты вручила начальник территориального отдела Бутовский Сабина Кучемко. Желаю нашим жителям и Ленинскому городскому округу процветания. Желаю благополучия, желаю крепкого здоровья и, естественно, мирного неба над головой. Пусть цветет наш край и люди вместе с ним. Среди награжденных активная жительница поселка Дрожжино и председатель 6-го дома по новому шоссе Анна Архарова. Мы создали инициативную группу в Дрожжино. Это председатель многоквартирных домов, который активно общается с главами. У нас есть постоянные встречи с администрацией. Мы решаем вопросы не относительно каждого своего дома, а относительно своего района. Своими зажигательными выступлениями создавали праздничное настроение гостям мероприятия, артисты и творческие коллективы досугого центра «Мечта». У меня радости веселья, желание исполнения. Участники ансамбля «Летечка» Анна Матаева и Роман Носарь также подарили зрителям и родному поселку музыкальное поздравление. Своим выступлением мы хотели бы поздравить людей, которые здесь проживают, в нем поселка, потому что мы очень сильно гордимся им и пожелать им радоваться и поддерживать окружающих людей, которые здесь живут. В качестве подарка я хочу преподвести им наш номер, а также наш концерт. Как отмечали многие жители, праздник стал прекрасным поводом встретиться с друзьями и соседями и весело провести солнечный летний день. «Приятельницы здесь узнали, что праздник, решили немножко погулять, посмотреть, как вообще здесь, что происходит. Хорошая погода, почему бы не погулять, не повеселиться». Финалом программы стала праздничная дискотека. Наталья Буслаева, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин